Добрый день, уважаемые зрители, гости и подписчики канала Цифровой МСР2. Сегодняшний ролик будет отчасти продолжать начатую вчера тематику, а именно макросъемку. Вчера, если кто-то видел уже, может быть, этот материал, я работал с корректором 150 на 6,3. Вот он этот объектив. Сегодня работа с ним будет продолжена в тестовом плане, но сначала я хочу продемонстрировать другой вариант, грубо говоря, заточенный под макросъемку. Как можете видеть, это некий объектив на базе корпуса Helios 44 M4, в данном случае это M4, ну, в принципе, он близкий и M5, и M6, и M7. Объектив с диапазоном диафрагма от 4 до 11. Бленды к нему отношения не имеет. Итак, 4 на 105 его параметра. Кто еще не догадался, это Vega 5U. Данный объектив у меня типичным образом универсален, поставлен в корпус с резьбой M42, типично. Но рабочий отрезок подобран и для камер Nikon. То есть, если его поставить на какую-нибудь зеркалку Nikon, любую абсолютно, что кроп-штопованный кадр, у нас будет бесконечность со стандартным черненьким переходничком без корректирующей линзы. Фокусируется объектив тем же самым кольцом, как и, собственно, его донор, донор корпуса Helios. Немного расширен ход геликоида в пользу минимальной дистанции съемки. Буквально с самой малости. При фокусировке лишних зазоров никаких не образуется. Резьбы геликоиды все остаются закрытым корпусом. Я считаю, что это хорошо. Передняя гайка была немного обточена и с нижней стороны, и с верхней. Чтобы, во-первых, сохранить полностью маркировки, нетронутыми, и логотип. Во-вторых, открыть достаточное количество витков резьбы, чтобы вернуть повышающее кольцо 52-58. Почему именно такими я решил скомплектовать объектив? Потому что на 58 у меня есть и крышки, есть и крупные бленды на 40 мм высотой, и, кроме того, есть комплект макролинз. Сейчас я буду все это поочередно вставить, проверять макро возможности данного объектива и в сочетании с макрокольцами тоже. Порядок съемки будет такой. Значит, сначала поставлю поочередно кольцо 7, 14, либо 28 мм. Потом, в дополнение к самому широкому кольцу, буду добавлять макролинзы. Плюс 1, плюс 2, плюс 4 и плюс 10 диоптри. Соответственно, линзы буду ставить между объективом и блендой, чтобы немножечко поднять контраст. Потому что большое увеличение, большой масштаб – это всегда практически некоторое падение контраста. Приступим. Вариант первый. Только лишь один объектив. Vega 5U без каких-либо дополнительных аксессуаров. Фокус на головку взвода. Вот она, вот этот ход. Примерно по центру кадра. На геликоиде минимальная дистанция съемки выставлена. И по факту это примерно метра полтора. Или около того. Я не буду точно мерить. Это примерно полтора метра. Будем считать так. Вариант второй. Добавлено макрокольцо 7 мм. Дистанция съемки сократилась почти вдвое. И сейчас где-то сантиметров 75-80-90. 90-90, наверное, все-таки много. Где-то около 80. Так. Значит, ИСО, кстати, по умолчанию в автомате. Экспо-коррекция плюс 0,3. Баланс белого автомат. И спуск с задержкой 2 секунды, чтобы вибрации успокоились. Макрокольцо заменено на 14 мм вместо 7. И дистанция съемки порядка 50 сантиметров. Плюс-минус. Данные цифры я озвучиваю, считая, от переднего края объектива. Поскольку пугать потенциального макро-дичь мы будем не фокальной плоскостью внутри камеры, а именно передним своим краем, максимально выступающим. А вся сборка, включая переходник, удлинительное кольцо, блин, два объектива. Это не так уж и мало, как может показаться. Это где-то уже около 20 сантиметров выходит. Важно это иметь в виду. Это работа в Веге 5У с самым широким макрокольцом на 28 мм. Дистанция примерно 30-35 сантиметров от края бленды. То есть, если бы у нас речь шла о стрекозе, то примерно вот такой размер, или даже крупней, потому что стрекозы есть, действительно солидные очень, то получили бы во весь кадр одну только лишь стрекозу. То есть, реально можно говорить о том, что как макро-объектив для охоты на крупное с почтительной дистанцией. Вега вполне себе хороша. Диафрагму я еще не прикрывал. Открыто 4.0. И мне кажется, детализации более чем достаточно. Следующий вариант. Широкое макрокольцо 28 мм. И макро-линза плюс одна диоптера. Масштаб довольно-таки неплохо подрос. Но вместе с тем резко упал контраст. И заметно снизилась детализация. Диафрагма сейчас открыта. Снимок также будет в галерее с открытой. Но сейчас, в порядке эксперимента, диафрагму прикрою. При 11 контраст наоборот ухудшился. В целом, некоторое улучшение на 8 имеется. На 11 какой-то белесый центр становится ощутимым. Заметно. О, цифровой зум работает круто. Представляете, камера, пользуясь 3 года, только сейчас обнаружил, что в видео есть цифровой зум. Вот это его работа сейчас. Круто. То есть, снимать макро будет еще интереснее. Переходим к следующему сочетанию. То же самое кольцо, но линза плюс две диоптерии. Для детализации воспользуемся... Для проверки детализации посмотрим на цифровой зум. Конечно, камера при этом... Что-то подкручивает от себя явно. Ну и деталей, которых нет, она тоже не нарисует. С трескость подкручена, деталей больше не становится. Так, у нас матрица шириной 23 миллиметра. И, исходя из размера изображения, вот этой головки, ну, где-то около сантиметров полутора, наверное, да? Уже можно говорить ему о том, что мы масштаб один к одному перешагнули. И случилось это с линзой плюс четыре диоптерии и широким макрокольцом 28 миллиметров. Да, буду каждый раз это повторять, чтобы ничего не перепутывалось ни у кого. Значит, при открытой диафрагме явное, сильное, белёсо-молочное заполнение всего кадра. Существенное, более сильное, чем в прошлый раз. Это при открытой диафрагме. Попробую прижать. Не идеально, но всё равно несколько лучше. Это диафрагма 11. Посмотрим при цифровом зуме, как будет выглядеть картинка. Сейчас и при открытой диафрагме. Это максимум. То же самое при открытой диафрагме сейчас будет. Сочетание широкое макрокольцо и линза плюс 10. При открытой диафрагме картинка совершенно никакая, поэтому диафрагму прикроем. До максимального значения, до 11. появились какие-то признаки деталей. В ходу бедно редактируемое изображение стало, как мне кажется, подтянуть контраст. Это не так страшно, как дорисовать вручную деталь. Посмотрим при цифровом увеличении, что у нас происходит. Максимального увеличения. Размер кубиков на кольце на взводной рукоятке вы можете прикинуть сами, но это около миллиметра один квадратик. Я думаю, что объектив Vega 5U как макрообъектив имеет вполне себе неплохой потенциал. При других сочетаниях не таких экстремальных дополнительных аксессуаров можно подобрать оптимальный баланс между оптическим увеличением, так скажем, и цифровой обработкой. Так, чтобы не сильно падало качество изображения в оригинале и было откуда вырезать покрупнее. На этом первая часть материала с макро-тестами у нас завершается. Второй серией пойдет у нас корректар, но с ним несколько проще, поскольку есть макро-мех. Так, вот он еще раз покрупнее герой второй части материала. Если с Vega все достаточно однозначно, то по корректару как бы есть информация, что он должен работать нормально. Спасибо подписчикам, поделились своими примерами. Так вот, ставить корректар будем сначала по резьбе М42, то есть прямо, а потом в обратном положении с помощью вот такого переходника для макро-меха. Соответственно, здесь приворачиваем переднюю резьбу и в бой. Таким образом это выглядит. И это сам макро-мех. Он же приставка ПЗФ. Вот такой вот приборчик практически новый у меня есть. Значит, для установки в обратном положении нам инструментов не потребуется. Открутим потом вот этот винтик, вынем штатное кольцо, поставим другое. Значит, вся эта конструкция будет крепиться на штатив с помощью своего родного крепления. Вот, для лучшего баланса всей конструкции. Экспокоррекция в минус 0,7, поскольку немного против света. Макро-мех у нас растянут с помощью одной из линейок, как говорится, на половину от максимального. И, знаете, по сравнению со вчерашним картинка все-таки лучше. Макро-мех при максимальном растяжении диафрагма открыта. Учитывая масштаб съемки, в принципе, как бы неплохо. Если диафрагму закрыть, то вполне даже детализированная картинка получается. Но, опять же, вся конструкция громоздкая. Очень громоздкая и из-за гармошки довольно-таки уязвимая. Диафрагма в промежуточном положении примерно, чтобы было посветлее просто. Проверим, как будет с цифровым зумом. Так, сейчас немножко как-то... Поймать резкость. Вот. Увеличим еще. Сделаю, конечно, отдельно несколько фото. Будет более, возможно, наглядно, потому что видео это одно, фото одно. Значит, какой я могу сделать вывод по вчерашнему тесту. Возможно, был какой-то не очень удачный цвет. Возможно, макрокольца обликовали. Такой тоже вариант возможен. Потому что, как бы, внутренний диаметр не такой уж и большой. С макромехом, поскольку он заведомо матовый, тканевый, так сказать, картинка, да, существенно лучше. Возможно, еще и потому, что больше внутренний диаметр. Кто знает, как говорится. И сейчас проверим еще и реверсивное положение на максимальном увеличении. Ну, запись, я думаю, можно не останавливать. Буду болтать. Да, так вот. Доволен я результатами или нет? Да, в принципе, доволен. Они меня сегодня больше порадовали. Я уже даже не жалею о том, что пришлось что-то переделать. Опа. То есть, картинка у нас получается точно такая же, да? Или практически точно такая же. Диафрагму прикроем. Ну да, как бы особой разницы нет. Вот такие вот результаты, товарищи. Ссылка на альбом со всеми фотографиями будет под видео в описании. Мой окончательный вывод по объективу корректар 150 на 6,3. Да, штука действительно позволяющий получить солидный масштаб, но при этом ценой очень неказистой конструкции на камере. Все-таки для полевых условий съемки я выбрал бы что-то попроще. И в настройки, и в настройки, и в управлении. Да и покомпактнее для переноски. Сейчас я переставлю обратно мир действия, который сейчас лежит в кадре в качестве объекта съемки. И покажу, как выглядит то, чем я сейчас снимал в разложенном состоянии. Будет более наглядно, чем просто слово компактнее. Вот такая, простите за выражение, дудка. Больше 30 сантиметров. Есть нежные, легко повреждаемые части. Притом, я думаю, не любящие сырости. Я так полагаю, что подобная установка, она более разумна, более целесообразна. Именно для домашних условий, когда мы снимаем крупный план и чего-то неживого. Либо изначально неживого, либо уже неживого. Что не улетит, не ускачет, не упрыгает. Ну а в поле, если рассматривать из того, что я тестировал недавно, без проблем. Индустар 50, Вега 5У. Они выдают вполне себе добротные такие полевые масштабы, которыми можно снимать насекомых, цветы. Ну вот, не особо заморачиваясь. Да, собственно говоря, в поле, в лесу, такие сверхувеличения, они требуются крайне редко, на самом деле. По моему опыту. Да. И я анонсирую на ближайшие несколько дней, пока держится хорошая погода, достаточно хорошая погода, всё-таки выбраться в лес, либо на какой-то более-менее симпатичный пейзаж, и отснять очередную серию дурацких тестов. И на этот раз, скорее всего, будут какие-то длиннофокусные объективы. Ну и, наверное, раз длиннофокусные, то возьму с собой ещё и штатив. Поскольку отдельные граждане себе творим, мол, не идеально повторяющиеся условия, если обобщить. Ну что ж, сделаем идеально повторяющиеся условия. На этой замечательной ноте я с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых роликов. Надеюсь, материал был сколько-то информативен, и вы потратили время не зря. Впрочем, как и я.